РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Друзья, всех приветствуем, рады новой встрече. Добрый вечер. Знаменитые титуловные спортсмены, а также новые имена в отечественном спорте. Здесь разговор про них. Ну давай уточним, мы тут не просто про спорт, а конкретно про футбол. Один из самых любимых и самых обсуждаемых видов. Да, о нем. Именно о нем родном разговор. Вообще наш проект инициирован Российским Футбольным Союзом, поддержал инициативу Газпромбанк. И вот получилась программа вообще не протокольная, в первую очередь потому, что у нас история успеха отдельно взятого футболиста представлена самыми-самыми близкими людьми. Мама знает все. Это и название, и главный посыл. В студии Катрина Гайсина. Татьяна Гордеева. Ну и Роман Павлюченко. Нет, он не в студии, но он с нами. Весь этот час, все про него. Личность в футболе, конечно, знаковая. Один из лучших нападающих в новейшей футбольной истории России. Игрок Спартака. Игрок английского клуба Тоттенхэм. Заслуженный мастер спорта России. Лучший бомбардир сборной России на Евро-2008. И, пожалуй, самый улыбчивый наш нападающий. Коротко о том, что мы вам сегодня приготовили. Садился на автобус. И от 20 километров он ездил в Черкесск, чтобы только на секции походить. Отец только так спрашивает. Мужиком будет? Я говорю, конечно, будет мужиком. Он не так уже мужик. Ну, обижать я его так не обижала, как мама рассказывает. Просто в силу того, что родители постоянно были на работе, приходилось мне с ними заниматься. И уроками, и, может быть, так в кавычках, воспитанием. Ну, когда там уроки делали, еще что-то он там не хотел делать, сопротивлялся. Ну, могла я его шлепнуть. А как еще? А так, чтобы прям обижать? Нет, такого не было. У нас мама работала на пицефабрике. Мы жили в общежитии. Естественно, дома всегда было много яиц. Пока мама на работе, нам когда заняться нечего было, мы выходили на общий балкон и в прохожих на улицу кидали с яйцами. Мам, я хочу сделать тебе, мол, подарок. Вот выбирай. Давай вот тебе купим босоножки. Это большой подарок такой был для меня. Он купил мне белые босоножки. Да, его даже Сиднинг называл спящим гигантом. Не просто так. Но в этом вижу только плюсы, на самом деле. Лень, конечно, для футболиста, для любого спортсмена, она не хорошая штука, да? Но учитывая, сколько Роман забил свою футбольную карьеру, лень ему, возможно, пошла на пользу. В чем ему повезло? Вот у него такие, мол, деньги, слава. Я говорю, а в чем ему повезло? Я говорю, объясни мне, в чем ему повезло? Роман Павлюченко и люди готовы многое о нем рассказать. Сегодня у нас в программе. Ну и мама. Самое главное и самое знающее. Любовь Владимировна Павлюченко. Мне очень хочется, чтобы вы внимательно послушали все, что она сегодня будет рассказывать. И про воспитание, и про терпение, и про то, как купишь деньги на кеды, и про то, как плачешь в Лондоне, когда весь стадион приветствует твоего сына. Ну, начнем давай, пожалуй, с сюрприза для самой Любови Владимировны. С того самого? Да. Ну, давай. Мне кажется, даже представлять не надо того человека, чей голос сейчас и звучит. Любовь Владимировна, мне очень приятно сегодня говорить о вас, о Романе, а вообще об этой семье, о Ларисе, о его супруге. Это потрясающая семья. Вы, как мать, сделали все, чтобы сын стал действительно легендой при жизни, потому что спорт, футбол – это то, чем живут все настоящие мужчины. А именно Роман стал воплощением этой легенды в глазах тех, кто любит спорт. Не просто так вас зовут Любовь. Вы передали эту любовь сыну, сын передал эту любовь своей супруге, у них замечательные дети. И вообще говорить о семье Павлюченко можно очень долго, потому что мы действительно дружим. Очень часто Лариса и Роман в гости на моих семейных праздниках. И мне очень приятно, что Любовь Владимировна, я знаю в плейлисте на первом месте мои песни. Это, безусловно, очень приятно. И эта любовь взаимна. Поэтому, дорогая Любонька, как поет наша любовь Успенская, Любонька, целую тебя в губоньки и желаю тысячу лет здоровья, счастья и хорошего настроения. И вам, и вашей семье, и, конечно же, Роману, чтобы у него на всю жизнь был роман только с его замечательной кисой Ларисой. Это он, это он, Филипп Киркоров, народный артист России. Он, кстати, по-настоящему проникся к футболу как раз в памятном 2008-м, когда наши парни на чемпионате Европы получили бронзу. Самая феерия была в 1-4, и российская команда феноменально обыграла сильнейшую сборную Голландии. Именно Роман Павлюченко тогда забил первый гол, а Торбинский и Яршавин довели их количество до трех. Это вообще была одна из самых зрелищных игр в истории современного российского футбола. Я очень хорошо помню этот матч, смотрела, по-моему, в каком-то спортбаре с большой компанией. Вообще праздновали это событие ярко, масштабно, всей страной. Тренер сборной Гусхитинг стал, ну, просто народным любимцем, а футболистов, вернувшихся с чемпионата, ну, вы помните, встречали просто как настоящих героев. Тогда же Филипп Бедросович согласился быть водителем Павлюченко, предложив ему свой лимузин, чтобы отвезти Романа домой со съемок на телевидении. Ну да, потом уже началась дружба с семьями, встречи, совместное времяпрепровождение и даже игра в мафию. Киркоров и Павлюченко играли в мафию? Ну, по крайней мере, так рассказывал сам Филипп. В любом случае, спасибо артисту за то, что сказал такие теплые слова о маме Романа Павлюченко, о жене Ларисе, но и в целом о семье. У Романа Павлюченко три дочки. Счастливый папа, между прочим, рассказывает, что он и нянька, и учитель, и водитель может все. Покормить, искупать, подгузники поменять. Хотя сейчас период подгузников, видимо, уже закончился. Признавался только, что косички заплетать не умеют. Но с учетом того, что Рома рос в самой обычной семье, он как нормальный сын вместе со старшей сестрой Оксаной волей-неволей был вовлечен в домашние дела. Мама Любовь Владимировна вспоминает. Мы жили в общежитии, дали нам от производства комнату в общежитии. И уборка по комнатам распределялась, дежурство. Я сама приду домой, мое дежурство. Рома подметает у меня коридор, дочь там на кухне моет полы. Я там печки вот эти вот мою, там у нас стояли. Печи, холодильники, ну такое, вы, наверное, знаете, как живут в общежитии. Они всегда мне помогали. Павлюченко родился 15 декабря 1981 года в Краснодарском крае в поселке Мостовской. Затем семья переехала в Карачаево-Черкесию. Рома тогда был совсем маленьким. А дальше, ну вот практически под копирку. Рассказы мам футболистов о том, как мальчики с детства не признавали почти никаких других игр, кроме игры с мячом. Он не играл вот в игрушки, вот играл в мячик. То с ребятами во дворе, 7 лет ему было. Он больше ходил там на физкультуру, чтобы поиграть вот в мяч. И со школы приходят, у него на первом месте мяч. Он в первом классе как-то загорелся. Вроде бы, мама, вот велосипед хочу. Все катаются. Ну как же мама не купит? Вот собрали денежки, купили ему велосипед. Ну и что, он покатался на нас в месяц. И ехали до бабушки в гости. И он бабушке отдал этот велосипед. Я говорю, а зачем ты отдал? Ты ж простил. Ой, бабушка на работу ездит, а он мне не нужен. Вот как-то он игрушками не увлекался. Раздавал их. В 9 лет папа Рома Анатолий Андреевич отдал чата в детскую юношескую спортивную школу «Победа». И тут начинаются истории. Я их очень люблю. О самостоятельности маленьких футболистов и об огромном желании играть в футбол, рассказывает мама. Мы жили в общежитии, потом нам дали квартиру. Вот Черкеска, поселок Московский, там 20 километров. А играл он в секции в Черкеске. И вот он каждый божий день утром идет в школу, со школы приходит в обед. Садился сам, потому что я же говорю, я работала, и муж работал. Садился на автобус, и вот 20 километров он ездил в Черкесск, чтобы только на секции походить. Это уже потом, ну как, в поселке уже познакомились, начал там узнавать. И пошел уже в поселке Московском. Там секция была. Вот он с этой секции, и пошел же потом в Ставропольское, Динамо его взяли. И вот ездил каждый день. Уроки сделает, вернее, вот идет с уроков. Едет 20 километров на футбол, на секцию на эту. Потом вечером приезжает, садится за уроки. Вот тогда ему вообще не было ни до каких гулек, потому что некогда было. Родителям Ромы тоже было не до этих самых гулек. Это же 90-е, надо было учиться жить, по сути, в новой стране, в новой экономике. И обеспечивать любимое чадо необходимой экипировкой. Ну, раньше были только кеды. Потом начали появляться шипованные кеды. Ну, тоже не быстро, вот именно кеды. Чтобы купить он все время маму, то ребятам, которые постарше, есть вот такие вот с шипами. Это тоже была проблема их найти. И вот я ездила в Пятигорск специально вот на этот рынок, чтобы вот купить эти ему шипованные кеды. Ну, где-то рублей 10 они стоили. И если я ему привозила, вы знаете, по-моему, для него больше ничего не надо было. Он настолько был этому рад. Поиграет он в футбол. Уже придет, этих кед нет. Мама, конечно, очень старалась помогать сыну. Притом, само собой, тогда еще совсем не подозревая, что футбол станет главным делом Ромы по жизни. Все равно поддерживала, а еще очень жалела. Придет от тренировки, и маленький был от него ноги, все в шрамах, с шипами. Просто пробивали. У него такие шрамы на ноге, еще они начинали подгнивать, что ли, без конца эти примочки. Вот тогда же я ему говорю, сынок, да брось ты вот этот футбол. Ты видишь, какие у тебя травмы. Нет, мама, нет, это моя мечта. И вот он придет в тренировки, ляжет, вот эти ножки вытянет. И давай, мама, ему разминать эти ножички. Жалко же, свое ж. Сколько нежности в этих словах. Ножички. Эти ножички скоро направились в школу Олимпийского резерва, а дальше уже в первую серьезную команду. Но об этом поговорим после небольшой паузы. Мама знает все. Мамы футболистов делятся своими секретами воспитания. На Авторадио. Мама знает все. Сегодня наша героиня Любовь Владимировна Павлюченко. Мама того самого Романа Павлюченко. В октябре 2022 года футболист заявил о завершении профессиональной карьеры. Последнее время Павлюченко играл во втором дивизионе в команде «Знамя». Слушай, ну он, по сути, закончил раньше, чем объявил. А про «Знамя» говорил, что это больше вообще для себя, для того, чтобы поделиться опытом с молодыми ребятами. Но из футбола-то в глобальном смысле он не уходит. Роман теперь выступает в медиалиге. Это любительская лига для медийных команд. Тут играют и блогеры, и известные личности, и бывшие профессиональные футболисты. Все чаще и чаще мы упоминаем медиалигу. Ну а наша программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Продолжаем про Романа Павлюченко. Он выступал за Ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив». Четыре года играл в английском «Тоттенхэме». Мы не успеем подробно поговорить про каждый этап, про каждый клуб, да, собственно, и не ставим такой задачи. Для нас важнее эмоциональная сторона биографии и трогательные воспоминания участников программы. Вот, например, мы спросили у Любови Владимировны, хорошо ли учился в школе начинающий футболист Рома Павлюченко. Нет-нет, он плохо учился. У него тройки, четверки, двойки. Учителя вообще возмущались, что он, значит, ничего в жизни не добьется, бандит бандитом будет. Папа не очень переживал. Папа сказал, он парень. Учение это не его, потому что папа сам так учился. А я, конечно, переживала. Помимо школы начались новые переживания – футбольные. На что способен, на чего ждать, над чем больше работать. С этим без помощи тренера не справятся. Мама Романа Павлюченко говорит о влиянии на сына и его первого наставника – Хасана Курочинова. Хасана Курочинов, он ему как-то дал шанс вот этот. Вот он его настраивал. Вот, Ром, ты можешь, ты вот это. Он всегда и нам говорил, что, говорит, с Ромки будет что-то такое хорошее, путевое. Потому что у него есть и зрение, и мышление. Он, говорит, он видит поле. Даже, по-моему, говорит, у него на затылке есть глаза. Он видит мяч. Он как-то его подталкивал. И он ему вот это и внушил. И он постоянно его вот наталкивал на это, что ты будешь. Потом вот это, когда приезжали просматривать футболистов. И вот он его как-то проталкивал все время. Вот посмотрите Рому, посмотрите Романа. Потому что мальчишка будет играть. В очередной раз аплодисменты тренерам, которые заставляют верить в себя. Которые внушают воспитанникам вот эту тягу к победам. Хасан Курочинов в нашей программе. Он рос на глазах. Мы ездили часто на соревнования, турниры. По всей стране, по Украине в Украину объездили. В Молдавию объездили. И как-то потом один из Ставропольских директоров училища Олимпийского резерва предлагал встречу. Я говорю, ну давайте привезу ребят поиграть. Ну, посмотреть хотим на ваших учеников. Ну, сыграли, проиграли 4-2. И его там заметили. Потом я приехал, привез. Он родителям сказал Толику, маме, ну, Толику, отцу сказал. Вот так, вот так, говорю, мальчика хотят. Он говорит, делай, что хочешь. Вот ответ отца был такой, делай, что хочешь. И вот так он переехал в училище Олимпийского резерва. Делай, что хочешь, это, конечно, абсолютное доверие тренеру. Кстати, наставник подтвердил это еще одним кратким, но ярким рассказом. Отец подходил, ну как там, я говорю, он нормальный, он мужиком будет. Отец только так спрашивал, мужиком будет. Я говорю, конечно, будет мужиком, он так уже мужик. Вот такой форме было. А так никто ни разу мне ничего не говорил. Что-то с него будет, не будет, он кем-то станет. Он вообще занимается, не занимается, такого не будет. То есть родители Павлюченко не ходили за тренерами, не просили продвинуть своего сына и не мучили наставников расспросами о перспективах и вариантах продвижения. Ну там тренер сам об этом думал без дополнительного натиска. А по поводу того, чтобы мужиком рос, тут надо отметить роль еще одного воспитателя Ромы Павлюченко. Я про старшую сестру Оксану. Версия мамы. Она давала кренделей ему. Во-первых, я вот на работе, там в садик она его заберет, ей же, наверное, хочется погулять, а тут я заставляю с ним побыть или там уроки помочь ему сделать. Вот она его то подзатыльника даст, то еще что-нибудь. Мама ж не пускала гулять. Вот она его, но всегда заступалась. Она старше его, и если кто-то его обидит, она что-то в первых рядах. Теперь версия самой Оксаны. Ну, обижать я его так не обижала, как мама рассказывает. Просто в силу того, что родители постоянно были на работе, приходилось мне с ними заниматься и уроками, и, может быть так, в кавычках, воспитанием. Ну, когда там уроки делали, еще что-то он там не хотел делать, сопротивлялся, ну, могла я его шлепнуть. А как еще? А так, чтобы прям обижать? Нет, такого не было. У нас мама работала на птицефабрике. Мы жили в общежитии. Естественно, дома всегда было много яиц. Пока мама на работе, нам, когда заняться нечего было, мы выходили на общий балкон и в прохожих на улицу кидали с яйцами. Это, наверное, самое запоминающееся у меня осталось в памяти. Вот она, семейная педагогика. Нормальный профилактический трендюли с благими целями, объединяющий хулиганство в виде сбрасывания яиц с балкона. Старшие и младшие дети, как правило, очень не похожи друг на друга. Мама с предельным откровением о разности характера в семье Павлюченко. Мой любимый монолог. Папа такой же, как у нас Оксана. Они безжалостные. Господи, прости, что я так сказала. Я с мужем разговариваю. Он говорит, я в душе переживаю. Но не показываю. У него не добьешься. Когда он переживает, когда нет. Рома у нас более такой. Даже вот в детстве там Оксана натворит что-нибудь. Там в школе там учителя там придут, там начинают рассказывать. Я сижу там, плачу. Он подойдет. Мамочка, ну прости, она больше там не будет так. А она стоит, вот как сычонок. Станет и стоит. Он от меня подойдет к ней. Оксана, ну попроси у мамы прощения. Она стоит. Он опять ко мне. Мам, ну Оксанка больше так не будет. Ну прости ее. Он за нее просил прощения. А она засранка. Станет и стоит. Никогда не попросит прощения. Есть ощущение, что младший Никита в любимчиках ходил. Ну а как иначе? Если возвращаться к биографии Романа, то мы остановились на том, что в 16 лет его пригласили в Ставрополь в школу Олимпийского резерва. Он уехал из дома, стал жить в интернате. Одновременно и получал образование, и играл за клуб «Динамо Ставрополь». По окончании школы Романа приняли в основной состав. Футбол стал работой. Юноша стал получать первые деньги. Первые деньги начал зарабатывать в Ставрополе. Вот когда уже начал играть за «Динамо». И вот он получил первую зарплату, тогда, по-моему, полторы тысячи. Это уже тогда вместо рублей стали у нас тысячи, потом уже потом миллионы пошли. И вот он заработал. И мы приехали к Роману. Каждые выходные ездили, продукты возили. Я же на пицефабрике работала. То курочек зажаришь, а что мальчишки в интернате живут? Не успеешь сумки передать, они уже поели. Их же там много. Они даже как-то Рома говорят, «Мам, ты знаешь, мы даже хлебушек со столовой брали, чтобы покушать в комнате». И мы каждые выходные с мужем ездили. И Лариса с нами ездила. Возили на жарю курей там побольше, котлет наделали и возили. И приезжаем мы, и он говорит, «Мам, мы сейчас идем в магазин». Я говорю, «Зачем?» А я, говорит, получил зарплату. И мы пришли в магазин, он там себе какой-то одеколон купил. И говорит, «Мам, я хочу сделать тебе, мол, подарок. Вот выбирай, давай вот тебе купим босоножки». Это большой подарок такой был для меня. Он купил мне белые босоножки. Для меня это было вообще счастье. А представляешь, как сам Рома гордился собой в этот момент? Ну да. Такие уже мужские поступки на тебя смотрят восторженные женщины. Мама вот сейчас рассказывала и упомянула про Ларису. Речь, само собой, о жене Романа Павлюченко, с которой они познакомились еще в школе и по сей день вместе. С Ларисой в одном классе были. Она пирожки ему носила, подкармливала. Ну, не встречались, просто вот сидели за одной партой. Помогала с уроками. Ну, дружили, да и дружили. Она, знаете, она была выше его намного. Целую, наверное, на голову, потому что они какие-то такие высокие были девочки. Он мне даже все рассказывал. Вот она, ой, мам, вот на Ларису там какой-то парень смотрит, ну, старше его. И она вот с ним там дружит. Потом приходит радостная мама, она поругана всеми секретами. Он у нее был как подружка. Она и плакала с нему там за что-то. Они вот так вот дружили. А вот в девятом классе его забрали в Ставропольское Динамо, вот это вот школа Олимпийского резерва. И вот уже провожали они там, почти весь класс пришел его провожать. И он приехал на каникулы, ну, там были каникулы. И он приезжает, понимаете, он вырос моментально. Он стал выше Ларисы, и как-то вот она уже тоже скучала за ним. Мы едем к нему, каждые почти выходные ездили, и она с нами. И вот как-то у них вот пошло, пошло и пошло. Девочка очень хорошая, поэтому мы всегда были рады. Хочу процитировать самого Романа, его слова по поводу жены Ларисы. Она на протяжении всей карьеры меня поддерживает, подталкивает. Понятно, что разные возникали ситуации. Случалось и я психо ловил, когда хотелось все бросить, потому что проиграли, не забил, устал, травму получил. Остачертел, короче, этот ваш футбол со всеми его ужасами. Но каждый раз получалось как-то так, что очень быстро понимал, плохое в аут, нужно двигаться дальше. Ну и двигался, а жена всегда рядом. Ну, про все ужасы футбола не будем. Мы продолжим про главные этапы пути Романа Павлюченко. После Ставрополя он оказался в Волгограде, где стал играть в футбольном клубе «Ротор». Мне 18 лет, а я в основном в составе клуба премьер-лиги. Беретейников, Есипов, Зернов, и я такой с ними рядом бегающий, гол Ставропольский. Так Павлюченко вспоминал первое время в «Роторе». А уже в конце 2002 года 21-летний форвард переехал в Москву, подписав контракт с «Спартаком». Это, конечно, было событие с большой буквы «С». Мы тут пообщались еще с одним известным футболистом, который тоже в свое время играл в «Спартаке». И, кстати, тоже был героем нашей программы вместе со своей мамой. Я про Романа Шишкина. Рома рассказал о первой встрече с Павлюченко в стане красно-белых. Впервые познакомились с Романом в «Спартаке». Когда был тренер, по-моему, «Невио Скала». Но у Романа, естественно, постарше. Мне больше времени надо было для того, чтобы заиграть, проявить себя. В то время, как Роман уже был устоявшийся футболист. Поэтому в целом у нас были кое-какие интересные истории. Как раз меня привлекли на одной из тренировок с основным составом. Был такой эпизод. Я против Романа пошел в стык. Ну, в рамках правил, с уважением. И Роме немножко не понравилось. Еще такой результат был не в их стороны. И он так подошел ко мне и говорит, «Слышь, молодой, ты что так играешь? Ты себе не можешь позволить так играть». Но я, естественно, извинился. Меня подозвал тренер «Невио Скала». И сказал, «Слушай, это футбол. Тут нет ни друзей, ни братишек. Поэтому в следующем эпизоде играю еще жестче». Этот эпизод у меня почему-то в голову залез. И после этого у нас как-то такое доброе отношение на протяжении всей жизни было и дружба. Скромная попытка задавить молодого авторитетом и крепкая дружба в итоге. По поводу работы с красно-белыми еще одна цитата Павлюченко. «Была с детства мечта играть в «Спартаке». Попал «Спартак». Стремился в сборную. Получилось. Боженька сверху все видит, наверное. Нет-нет, да подкинет мне шансы. А я за них цеплялся». Кстати, за национальную сборную Павлюченко сыграл 51 матч и забил 21 гол. Мы продолжим разговор о ярчайшем российском футболисте сразу после небольшого перерыва. «Мама знает все». «Мама знает все» – проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Слушайте, реально интересно изучать подробности из жизни самых известных российских футболистов. Тем более, ну, в наше распоряжение попадают совершенно неафишируемые эпизоды. Ну, потому что рассказывают здесь близкие люди, друзья. Самый главный, самый родной человек, мама Романа Павлюченко, Любовь Владимировна, сейчас о том, почему Ромка любил Гуса. Гуса Хидинга, Ромка любил. И он Ромку почему-то любил. Хотя он его там и ругал, и гонял, но он, говорит, это самый лучший тренер. Да вы знаете, вот я от Романа ни разу не слышала, что какой-то тренер был плохой. Что в «Роторе», что в «Спартаке». Вот «Спартак» же его романцев тогда, по-моему, ну, забрал, они его тогда с «Ротора» забрали. Он всеми тренерами был доволен. Как-то ни на кого, вот он ниже как есть, вот жалуется, ой, тренер там вот такой-сякой, там вот делает замечание. От Ромы я никогда не слышала. Он говорит, если мне делают замечание, значит, я какую-то сделал ошибку. Он прислушивался, он никогда не оговаривался. Это он уже когда стал вот более-менее такой знаменитый, тогда он как-то еще какое-то свое «я» там мог всунуть. А поначалу он вообще, он настолько прислушивался к тренерам, чтобы только вот взять навыки. Он всегда говорил мне, мам, я заработаю имя, а имя потом будет работать на меня. Взлет футбольной карьеры Романа случился в 2006 году. Тогда форвард московского «Спартака» забил за сезон 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В октябре 2007 года он оформил свой знаменитый дубль в ворота Англии и заставил всю страну поверить в сборную России. На евро 2008, который мы уже вспоминали сегодня, уверенно, еще будем вспоминать, Роман показал, конечно, феноменальную игру, вывел свою команду в полуфинал и вновь заслужил звание лучшего бомбардира. Особенно как-то странно при всех этих вот дифирамбах, заслуженных абсолютно, постоянно слышать от самых разных экспертов рассуждения о том, что Павлюченко на самом деле ленивый. Футболиста Романа Шишкина, коллегу и друга Романа, мы, ну, просто не могли не спросить об этом. Что, правда, что ли, лень матушка периодически нападала на знаменитого форварда? Да, его даже Сиднинс называл спящим гигантом, не просто так, но в этом вижу только плюсы, на самом деле. Лень, конечно, для футболиста, для любого спортсмена, она не хорошая штука, да. Но учитывая, сколько Роман забил свою футбольную карьеру, лень ему, возможно, пошла на пользу, потому что Роман все свои головы забивал там, где надо. Иногда можно и не бегать, да, там, условно, весь матч, кто-то по 12-11 километров бегать. Я думаю, Роман пробегал в 8-9, ему это было достаточно, вот, но всегда он оказывал в нужный момент, в нужное время. Для нападающего что нужно? Ему нужно забивать голову, что он в принципе и делал. Можно бегать весь матч неумоверной скоростью, но КПД ноль. А у Романа все-таки видна была техника, школа, несмотря на необъемные масштабы пробега, да, всегда у него было КПД, и всегда у него был результат. Это все идет, как говорится, от головы. Ну, и опять же, от воспитания. Павлюченко, конечно, раздражает, что его постоянно этой ленью попрекают. Да, и от прозвища данного хитингом, от спящего гиганта, он тоже подустал. Он сам как оправдывался. Моя, говорит, цель не километраж наматывать, а ждать удобного момента, чтобы отправить мяч в ворота соперника. И таких моментов было много, к огромной радости болельщиков всех, включая самых родных. Сестра Оксана вспоминает, как она болела за брата и что творилось вокруг семьи, когда случился счастливый для нашей сборной чемпионат Европы 2008 года. С начала его профессиональной карьеры всегда следила, на каждый матч ходила. Но если я находилась в том месте, где проходит матч, я всегда была на матче. 2008 год, чемпионат Европы. Я помню, конечно, как сейчас. Вот что, что это у меня отложилось. Эмоции, слезы, радости, естественно. Мы тогда жили в Краснодаре. Родители и на данный момент там проживаю. Конечно, еще работала в спортивной такой организации. В общем, все спортсмены там. И они, естественно, не знали, кто я, что я знаю. По фамилии тоже, понятно, что все определяют. Так это приятно, когда именно такие события, спортивные, честные, объединяет людей. Все как будто даже лучше, что ли, становятся счастливее, проще, щедрее, опять же. Конечно, тот чемпионат превознес наших парней. Про них везде говорили, их везде встречали, их везде водили. Голову-то, конечно, могло снести от свалившейся славы и кому-то реально сносило. Но, вот что касается Павлюченко, что бы кто ни говорил, лично для меня очень показательно, как Роман относился к своему первому тренеру. Сам Хасан Курочинов уверенно говорит, что они с Ромой всегда рядом. С тех времен, когда мальчик только начинал работать на поле, до того момента, когда он стал настоящей звездой футбола. Тренировался он у нас в спортивной школе «Победа». За это время мы выиграли все. Кожаный мяч России трижды ставят чемпионом. Он играл за 79-й год, играл за 80-й и за свой год, в 81-м. Так что он вот этот карьерный путь с детства к Олимпу ушел. Когда он находился в Ставропольском «Динамо», я и оттуда его брал на соревнования. Я там просил и тренировал «Динамо», когда в команду попал пацанам, дайте пацану играть. Они не давали ему играть. Но, тем не менее, он там поиграл, один гол забил, его заметили в Волгоградский ротор. И так он перешел. Он за молодежную сборную России играл. Я говорил, «Рома, ты находишься еще в этой провинции, надо попасть в мегаполис в общем московской команды «Спартак», «ТСК» и так далее. покажи себя и тебя обязательно пригласят. Оно так и случилось. «Спартак» в Москве играл в Волгограде. Матч начался. Первый тайм он так сыграл хорошо и заменили его и с ними с командой «Спартак» улетел. За сборную России играл. Я приезжал в Москву, все матчи сборной России я в Москве посмотрел. И в офисе, когда Хидинг был тренером, я адвокат, когда был тренером, я в гранд-отель «Мариотти» со всеми игроками беседы сидели, кофе пили. При этом я ему на путь сдал. Далее Хидингу говорил. Павлюченко обязательно забьет. Он и поле видит, говорит, мои слова как пророческие с Борис. Он забил гол и пас отдал Зырянову и Зырянову забивать второй гол. И так выиграли. И до сегодняшнего дня мы общаемся, продавим в Англии. Он находился в тот, на кем я всегда разговаривал в сборную, приезжал. Ну, в общем, так она и продолжалась. Здорово, когда тренерские пророчества сбываются. И приятно, когда знаменитый футболист позволяет этому тренеру чувствовать свою нужность. Роман вообще, ну, по крайней мере, по словам мамы, человек, который любит отдавать. Так было с самого детства. В классе в шестом-седьмом он был, и они ездили на соревнования. И вот дают ему, как лучший игрок, хрустальную вазу. Ну, как приз или ну, такое вот. Да, лучший нападающий ему сперва дают вот это. Потом, значит, как лучшему игроку тоже дают какую-то вазочку там хрустальную. И вот он приезжает домой и говорит, мам, ты не будешь ругаться? Я говорю, за что? Ну, скажи, что не будешь ругаться. Я говорю, ну, ты хоть скажи, что ты натворил? Он, да нет, ты знаешь, мол, мне дали приз лучшего нападающего и дали приз лучшего игрока. Я говорю, ну, и что? Ну, вот мне дали вазу одну и смотрю, там, ну, какого-то мальчика там ничего не дали. И я взял, ему отдал. Я говорю, ну, это же хорошо. Он даже переживал за то, что вот ему аж две дали. А вот там не то капитана, не то ничего не дали. Он говорит, я, мол, вазочку отдал ему. Я говорю, да ради бога, сынок, это же хорошо, что ты отдал. Какое правильное воспитание. Ну, поэтому сын и старался ради своих близких, как бы отдавая им, возвращая должное за то, что они в него вложили. Еще раз о подарках для мамы. Самая большая зарплата это началась у нас в Броцаре. Он тогда получил 500 долларов. Самая первая зарплата. И вот мы пошли с ним на рынок. У него мечта была купить музыкальный центр большой. Я говорю, ну, получил получку? Иди покупай. Он говорит, нет, мам, тут так холодно. Пойдем, мы тебе купим шубу. И вот он мне с первой зарплаты купил шубу, кофту такую теплую, чтобы я не замерзла. Знаете, как приятно, когда ребенок уже одевает маму. Мы еще тогда переехали, еще на работу не устроились. И, в принципе, сын нас содержал вот эти вот там месяц-два, пока вот все у нас устроилось. Я говорю, Ром, мне матери как в рыбе стыдно. Дитю 17 лет, а вон маму уже там одевает. Как говорится, на этой трогательной ноте мы ненадолго прервемся, а потом продолжим. Мама знает все на Авторадио. Несмотря на то, что Роман Павлюченко так и не стал чемпионом за время своей спортивной карьеры, в 2020 году его имя было внесено в десятку лучших нападающих английской команды Тоттенхэм 21 века. При этом, напомню, играл Павлюченко в Англии с 2008 по 2012, а список составлялся вот недавно. Не забывают. Программа «Мама знает все» проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка продолжается. Будем еще про титулы Романа говорить? Ну, давай, попробуй кратенько. Пять раз, если не более, он признавался лучшим бомбардиром чемпионатов разного уровня. Стал почетным членом клуба Игоря Нета, а в этом символическом клубе состоят футболисты, сыгравшие 50 и более матчей за национальную сборную. Ну, то есть это футболисты, без которых сборной ну никак. Конечно, мама Любовь Владимировна всегда гордилась своим сыном, его успехами. А еще испытывала на себе любовь болельщиков Романа Павлюченко. Когда мы сюда в Краснодар переехали, я устроилась на работу в психиатрическую больницу. Сестрой-хозяйкой туда устроилась. И вот у нас знал только один человек, что я, ну вот, кто меня туда устраивал, что я мама Ромы Павлюченко. Больше никто не знал. Ты ее спросила, никому не говори. Ну, я не знаю, может быть фамилия, может это, ну, мало кто знал. И вот восьмой год, вот это что, когда были эти чемпионаты, а у нас был ночмет женщина, она настолько, я, хоть и мама футболиста, я не была настолько заядлой фанаткой, как она. Она все матчи знала, кто с кем играет. И вот, я не знаю, откуда она узнала, она пришла ко мне и говорит, Любовь Владимировна, господи, как я, мол, благодарна вам за вашего сына. Я на него смотрю, говоря, вы откуда знаете. Так как же вас не знать, Павлюченко, вы и Павлюченко, он, говорит, да вы похожи с ним. Когда, говорит, вы пришли к нам на работу устраиваться, я еще тогда, говорит, подумала. А потом, говорит, я уже начала, ну, видимо, она там посмотрела где-то и говорит, спасибо вам за сына, говорит, я, говорит, настолько его уважаю, говорит, на него, говорит, приятно смотреть. Он всегда улыбается. И мне, знаете, это действительно было приятно. Потом как-то вот этот слух там разошелся по больнице. И вот пациенты, которые с других там отделений, раз там звонят ко мне в отделение, а мы знаем, что вы Романа мама. Да откуда вы знаете? Да там уже вся больница знала, что я Романа мама. А можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да при чем тут я и при чем Рома? Да вы что, у меня там родители Рома там так переживают всегда, говорит, начали футбол смотреть только благодаря ему. Я не знаю, почему, но вот такое всегда было. При всем при этом сам Павлюченко, когда приезжал к родителям, не отказывался ни от встреч со старыми друзьями, ни от предложений погонять мяч с местными мальчишками. Встреча была выпускников, они туда ездили, встречались, тогда он уже в «Спартаке» играл. И у нас площадка, детвора играет в футбол. И он выходил и играл с ними футбол. Пацаны, они его уже ждали. Я говорю, Ром, ну ты приехал вроде бы как в отпуск. Мама говорит, мне так приятно с ними играть, они же там кучка, а он один. И хохочет, вот это у него хохотун. И уже вот он с Тоттенхеми, с Тоттенхема приезжал, вот у нас же пацаны тут. Я знаю, что ребенок мой приезжает. Они уже стоят под балконом, хотя я не знаю, откуда эти дети знают, что Рома приезжает. Я как-то стою, ну жду, муж поехал за Ромой на машине. Я стою, жду около окна. Смотрю, тут там он детворы с мячиками. Когда подъезжает машина, они все к нему. И вот они вот стоят, ждут, когда же Рома выйдет, с ними мячик поиграет. Вот нет у него вот этого вот зазнайства. Быстро, конечно, летит время. У мамы еще как вчера. Он приезжал домой из Тоттенхэма, из Англии. А теперь Роман Павлюченко футболист, завершивший профессиональную карьеру. Но футбол все равно не отпускает. Недавно вот это звонит, они приехали с отдыха, говорит, я еду с тренировки, потому что, это я говорю, а что ты? Да, мам, ну я вот ел-ел, набрал там килограмм-два лишний, значит, надо сбрасывать. И вот он быстро, он как-то и набирает, если отдыхает, и быстро как-то сбрасывает, он старается сбросить весь. И сейчас даже уже 40 лет закончил уже, ну, вроде бы, как с футболом, все равно он в эту медиалигу пошел. Говорит, для чего ты? Мам, ну я поддерживаю, я уже вот, ну, в таком, ну, как ноги устают. Я же даже спрашивала у него, говорю, сынок, а вот если тебе сейчас предложат, ну, так, высший дивизион, там, ты пойдешь? Он говорит, я бы пошел, но у меня уже со здоровьем. Устаю, говорит, и не так бегаю, как раньше бегал. Конечно, тяжело уходить из большого спорта, тем более, мы же понимаем, что обязательно находятся такие эксперты, которые вслед уходящим могут бросить какие-то не самые приятные слова, припомнить что-то. Многие, мне кажется, делают это из зависти. у мамы Романа таким есть что сказать. И вот у меня даже там зять, ну, и Рому вот повезло. Я говорю, в чем ему повезло? Вот у него такие, мол, слава. Я говорю, а в чем ему повезло? Я говорю, объясни мне, в чем ему повезло? Говорю, ты вот в детстве что делал? На танцы ходил, на лошадях там гоняли, ну, в поселке там, или там, они это, с пацанами там на рыбалку ездили. Я говорю, а он, говорю, приходил со школы и бежал заниматься спортом. Говорю, кто тебе не давал идти и заниматься этим спортом? А зачем? Я говорю, а что ж ты тогда теперь говоришь? Говорю, он не играл в игрушки, он не ходил в кино, он не ходил ни на какие там танцы, дискотеки, он не ходил туда. Он не ходил с пацанами просто так шаболдался по вагонам-то, ну, как-то было один раз, он там по вагонам они лазили. Все. Я говорю, он больше никуда, кроме секции, да заработайте эти деньги, идите, работайте, занимайтесь. Это был добрый совет от мамы Романа Павлюченко. Ну, она, безусловно, имеет право на такие заявления. Вообще, женщина яркая, интересная, эмоциональная. И говорит, что Рома весь в нее пошел. Говорит, если у сына что-то не получается, может швырнуть все, что попадется под руку. И она такая же. Ну, а что, слушай, столько переживаний в жизни футболистов и в жизни их семей. Уверены все переходы из клуба в клуб, даже при их большом количестве, как у Павлюченко, дежурным событием не становятся. Особенно, когда смена клубов идет не по восходящей, а наоборот. Ведь после клуба английской премьер-лиги был московский локомотив, потом Кубань, Урал, а потом Арарат, притом московский, а потом Ногинское знамя. Я прошу прощения, если перепутала последовательность или что-то пропустила, просто понятно, что все это не вверх. Тем не менее, сам Роман говорит, что он берет от жизни позитив, что от жизни кайфует, и его главный кайф – это семья. Опять же цитата, столько девчонок в доме, одна другой слаще. Ну как тут не улыбаться? Напомню, жена и три дочки, вот девчонки Павличенко. Кстати, все татуировки на теле Романа так или иначе имеют отношение к его семье и к дочерям в частности. Ну, супер. Даже можно сказать супер-паф. Это еще одно, так скажем, прозвище Романа, пошедшее за ним после игры в Англии. И это обращение ему нравится намного больше, чем спящий гигант, подаренный Хидингом. Мама Любовь Владимировна до сих пор тоже вспоминает лондонскую историю про супер-паф. Я часто была в Лондоне. Вот первый раз мы поехали как раз с мужем и попали на, ну там футбол чуть ли не каждую там неделю. Они там чаще играют, по-моему, чем у нас в России. И вот мы первый раз, когда пошли на футбол, и мы вот на стадионе сидим и называют фамилию Павлюченко. И, понимаете, вот встает весь стадион. А первый тайм там Рома не играл, по-моему, и во втором тайме смотрю, весь стадион встает и начинает что-то петь. Я только поняла, что супер-паф, 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 Павлюченко. Вот это вот единственное, я поняла, что выходит Роман на поле. И знаете, я вот стою, и у меня слезы градом катятся. Настолько это было приятно. А рядом со мной там мужчина, и он что-то, значит, говорит, а я не понимаю. Неветка мне потом переводит. Говорит, он спрашивает, а вы, мол, знакомы с этим вот парнишкой? Ну, Лариса говорит, да, говорит, это его мама. И они сразу поворачиваются там, и спасибо, вот, ну, ну, приятно. Очень приятно заканчивать программу такими трогательными воспоминаниями. Главное, что не заканчивается история Павлюченко в футболе. Да, пусть будет теперь на любительском уровне, но все равно. Уверены, мы о нем еще услышим и не раз. А пока говорим огромнейшее спасибо всем участникам программы за то, что нашли время, желания, за хорошие слова и замечательные воспоминания. Роману огромный привет, маме, ну, просто аплодисменты. Мы прощаемся ненадолго. Переслушать все выпуски программы «Мама знает все» можно на подкаст-платформах Яндекс.Подкаст, Гугл.Подкаст, Эппл.Подкаст, ВКонтакте, а также на сайте Российского футбольного союза и Авторадио. Счастливо! С вами были Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Наши парни возвращаются в детство, а помогают им в этом самые близкие и важные в жизни люди. Мама знает все. Редактор субтитров А.Семкин